МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще 500 детей. Несмотря на то, что по городу во многих дошкольных учреждениях уже принимают детей с полутора лет, у нас в дошкольном учреждении по поселку Ольгешево еще трехлетние детки не охвачены дошкольным образованием. Скажите, пожалуйста, планируется ли еще строительство детского сада в поселке Ольгешево? Да, в этом году у нас запланировано строительство по всей республике еще девяти детских садов. Ну, очевидно, этим вопросом будем заниматься планомерно и последовательно. И вот на начало года, насколько мне известно, такого плана не было. И вот в рамках последних уточнений, я так понимаю, Алексей Олегович, мы там планируем строительство вместо Богдана Хмельницкого, как раз в Ольгешево, мы планируем начать строительство нового детского сада, с тем, чтобы как раз решить те проблемы, о которых вы сейчас сказали. А вообще, если говорить о строительстве детских садов, в целом вообще объектов образования, ну, ввиду того, что мы здесь собрались, люди, которые связаны с образованием, прежде всего с дошкольным образованием, конечно, нам тут большая помощь те национальные проекты и посылы президента, которые говорят о том, чтобы мы в ускоренном темпе должны решить вот все те задачи, о которых вы только что сказали. Понятно, прежде всего, это мы должны обеспечить местами в детских садах детишек три года и старше, ну и задача обеспечения детскими садами детей от полутора до трех лет, тоже никто его не снимал. Мы для себя поставили задачу начать опережающее проектирование. То есть с администрациями города Чебоксары, в частности, районов, мы договорились о том, что мы определим перечень объектов, вот, ну, вперед на четыре года, исходя из той потребности, из той проблематики, которую имеем, и будем централизованно проектировать эти объекты. Что нам это даст? Это нам даст, это, во-первых, увеличит качество самой проектно-смертной документации, чтобы возникали проблемы потом при строительстве. Второе, мы можем оперативно привлечь денежные средства, прежде всего федеральные, а там бывают такие возможности. Вы знаете, я сам был депутатом Государственной Думы, был членом трехсторонней комиссии, а трехсторонняя комиссия как раз занимается распределением денег по регионам. Ну, утверждает, скажем, ну, как бы распределением громко сказал, утверждает распределение. И бывает так, что на самом деле деньги остаются, есть возможность направить в какой-то регион, но вот отсутствие вот такого рода проектно-смертной документации не позволяет реализовать, ну, в том числе, иногда достаточно хорошие отношения с отдельными федеральными министрами. Поэтому вот такую задачу мы перед собой поставили, над ней уже начинаем работать, и однозначно в числе вот таких объектов будут и детские сады тоже. Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые присутствующие, приятно находиться на таком мероприятии, радостном событии, открытии нового детского сада. Я заведующий детского сада города Новочебоксарска, Мурдина Наталья Николаевна. Хотелось бы обозначить проблему. Проблему капитального ремонта детских садов нашего города. Наиболее важные и болевые точки вот в нашем сегодняшнем времени – это ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, замена оконных блоков. Нам бы хотелось, чтобы была поддержка с вашей стороны в капитальном ремонте детских садов. Ну, я хочу сказать, что на самом деле эта проблема была еще осознана до того, как я присыпал к исполнению обязанностей, и достаточно большие мероприятия уже были заложены. Мы, оценив, скажем так, степень подготовки, в том числе проектно-сметной документации, степень подготовки администрации по осуществлению соответствующих ремонтных работ. Добавили дополнительно денег, по-моему, 116 миллионов рублей, было 400, еще добавляем 116 миллионов рублей на реализацию тех задач, о которых вы говорите. Это вот как раз ремонтные работы тех детских садов, которые функционируют сейчас, с тем, чтобы их привести в более современный вед и обеспечить более комфортное их функционирование. В нашем зале присутствуют коллеги не только города Чебоксара и Новочебоксарска, а также и районов Чувашской республики. Хотелось бы узнать, как обстоят дела у них. Я заведующая Аликовским детским садом номер 2, Хивель, Аликовского района Чувашской республики. Зовут меня Яковлева Венера Александровна. И у меня вопрос по замене мебели и игрового оборудования. Также хотелось бы задать вопрос, основной вопрос, это вопрос безопасности. Будут ли заменены системы АПС в дошкольных учреждениях республики? Мы однозначно эту задачу перед собой ставим. Конечно же, все сразу, возможно, мы не сделаем, но поэтапно, отвечая на первые два вопроса, я говорил, конечно же, будем заниматься этими вопросами. То есть, однозначно, естественно, мы должны менять, как бы видим здесь, когда новые детские сады, когда новая мебель, новые методики, новые подходы к воспитательному процессу. Это, конечно, здорово, но забывать о тех образовательных учреждениях, которые функционируют, тоже, конечно, нельзя. И по мере, скажем так, возникновения возможностей, в том числе, и вот в рамках нашего планирования, мы, конечно же, будем решать и эти вопросы тоже. Ну, АПС, это тоже, знаете, эта вещь, мне кажется, обязательная, безопасность, мне кажется, это вообще на первом месте. Сергеева Светлана Ивановна, заведующий Центром развития ребенка, детский сад номер 178, город Чебоксары. Вопрос уже, на часть вопроса вы ответили, и все-таки повторюсь. Дело в том, что в детских садах города Чебоксары проводится ремонт пищеблоков и меняется технологическое оборудование. В этом году при поддержке Министерства образования Чувашской республики все детские сады получили новые технологические оборудования, мы очень благодарны за это. Однако условия наших пищеблоков, ну, не совсем соответствуют санитарным требованиям, и все-таки вот эту проблему хотелось бы обозначить. Ремонт пищеблоков сегодня просто нам необходим. Конечно же, будем, как это принято говорить, расставлять приоритеты, наверное, надо начинать там, где все-таки хуже всего, где требует, ну, более срочное вмешательство, ну, и так вот потихоньку будем двигаться. Надо вообще, когда уже покупаем оборудование, мне кажется, уже надо предусматривать сразу там ремонтные работы с тем, чтобы вот сам вопрос не возникал, чтобы потом еще раз возвращаться не пришлось. А то, получается, оборудование уже установили, а потом приходим еще раз там с грязью, как бы на ремонтные работы. Логичнее сначала сделать ремонт и поставить новое оборудование. Давайте на оставшиеся, давайте себе такую задачу поставим, а здесь будем поэтапно двигаться. Замечательное предложение. Спасибо. Отмечу, таких средств на ремонт детских садов не было последние 10 лет. И хорошо, что вы поддержали, и как отметили сейчас, добавляете еще средства на ремонт детских садов. Понятно, что получат те, кто более шустрый, наверное, кто смог сделать проектно-сметную документацию, но в целом этот тренд, направленный на ремонт детских садов, он очень нужный и очень полезный для нас всех. И родители переживают. Мы за последние 6-7 лет открыли 30 детских садов в Чебоксарах благодаря поддержке президента страны, решению правительства, федерального финансирования. Родители, которые ходят, водят детей в другие детские сады, задают вопросы. Вы новые строите, а у нас окна дыря, у нас отопление, у нас пищеблоки, у нас детские площадки старые. И хорошо, что сейчас выделяются средства. Многих заведующих привлекали ведь и к ответственности, штрафуют. Они не могут выполнить предписания Пошнадзора, Роспотребнадзора. То есть доходим мы до таких вещей, и нам их действительно жалко. Они выдерживают эту нагрузку, берут на себя ответственность, а порой со слезами на глазах просят средства на ремонт. А у нас их просто не было. А сейчас этот вопрос решается. Поэтому я хотел бы, наверное, от всего коллектива, от руководителей детских садов поблагодарить вас, правительство, за это решение. Потому что это чисто республиканские средства направляются на это. Где-то, может, муниципалитеты поддерживают. Мы таких денег не видели. Добрый день. Руководитель детского сада номер 204 Ольга Игревна Ижетникова. Уважаемый Олег Алексеевич, у меня новый детский сад, как раз построенный по данной федеральной программе. Оснащен самым инновационным оборудованием. У нас в детских садах, в детском саду очень активно вводятся федеральные площадки. Уделяется особое внимание в поддержке детей, детской инициативе. И, конечно же, создаются все условия для развития детей. Но в детских садах имеется проблема. И мы часто встречаемся с вопросами родителя о том, что недостаточно нашей группы, укомплектованной игрушками. Хочу сказать, вот помимо денег на ремонт, мы, конечно же, добавили там и на содержание садиков. Причем тоже достаточно приличные суммы. Если вот в целом взять на дошкольное образование, мы добавили почти 300 миллионов рублей. Вот я уже сказал, 116 это на ремонтные работы, да, а остальные вот как раз на содержание самих, скажем, детских садов. И, возможно, там есть и статья на игрушки, надо просто посмотреть. Вот там же субвенции, они в общем идут, да, и они в общем массе. И поэтому здесь как раз вопрос будет стоять в том, что насколько эффективны мы вот те деньги, которые выделены, там, насколько я помню, 26 тысяч на инвестиции мы добавили, ну, это новое строительство, да, а вот получается 116 плюс 2640, получается почти 160 миллионов, вернее, рублей, это как раз на содержание детских садов добавлено. У детских садов, они не только просто, чтобы не сложилось такое существование, у них очень идет активная работа по задам. И если взять образование, что даже детские сады, честно говоря, идут впереди школ по получению федеральных грантов, по участию в различных программах. Ну и входит ряд проектов, ряд детских садов в топ и 100. Детские сады в городе за последние годы участвуют в грантах на уровне Российской Федерации. И если пять садов за этот период уже в казну наших детских садов принесли более 20 миллионов, это вообще нонсенс, такого никогда не было, чтобы детские сады на уровне России побеждали, не только участвовали, но и побеждали. Конечно, жалко, что мало грантов по дошкольному направлению, у школ больше, а то бы мы бы, наверное, все гранты уже взяли. Поэтому со своей стороны мы хотим заверить, что работа будет продолжена в данном направлении. И за дошкольное направление не будет стыдно не только городу, но и Чувашской Республике в целом. Гранты направляются на создание консультационных центров. Это для детей, которые не посещают детские сады. И за счет этого у нас есть общение, ранее знакомство с детьми. Родители приходят с детками, получают профессиональную помощь от психологов, дефектологов, от учителей, от педагогов. Поэтому вот эта форма очень активно у нас сейчас работает. Спасибо вам как раз за такое творческое и ответственное отношение к работе, потому что очевидно то, что вы выигрываете гранты. Это говорит о том, что вы имеете четкое видение, вы имеете профессиональный подход к реализации своей деятельности. Ну и, конечно же, видение будущего, как надо развиваться. А то, что вы развиваете дистанционные формы взаимодействия с детьми, за это особая благодарность, потому что особенно пока у нас имеется очередь в детские сады, это, конечно, очень важное значение имеет, с тем, чтобы детки, которые не получили место в детском саду, тоже имели возможность, ну, скажем так, получить необходимые и консультации, и помощь всех тех специалистов, о которых вы говорили. Потому что важно как раз заложить в действие основные навыки, с тем, чтобы потом, ну, это же как фундамент по-вашему, да, вот фундамент хороший, значит, можно и здание хорошее построить. Потом вам за это спасибо большое. И если здесь нужна поддержка со стороны правительства Чувашьей республики, вот видите, как бы в продвижении такого рода проектов, вы смело обращайтесь, и мы, конечно же, сделаем все, чтобы, скажем так, совместно с вами поработать, чтобы получить поддержку ваших вот таких творческих наработок. Я знаю, что у нас в системе дошкольного образования есть и частные детские сады, есть и семейные детские сады, и они тоже получают соответствующую поддержку со стороны государства. Вот насколько я помню, в прошлом году там около 19 миллионов было выделено на их поддержку. В этом году больше будет в районе 23 миллионов рублей. И, очевидно, эту работу мы и дальше будем продолжать. И в случае появления такого рода учреждений, то есть частных там, семейных, мы, конечно же, будем только приветствовать. Тем более сейчас в Российской Федерации принят закон о социальном предпринимательстве, а мне кажется, вот воспитание детей, работа с детьми-инвалидами, это лежит ровно в этой плоскости. И, конечно, мы здесь однозначно будем вырабатывать вот формы поддержки не только по линии системы образовательного процесса, но мы вот буквально в апреле планируем еще подойти к теме вообще развития предпринимательской деятельности и перестройки институтов, поддержки развития предпринимательства. Мы будем смотреть и там тоже, как поддерживать людей, которые будут заниматься социальным предпринимательством. И хотелось бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями о сегодняшней встрече. Ну, вы знаете, я, конечно же, восхищен. Конечно же, здесь великолепные возможности, замечательные условия. Вижу горячие глаза как работников, так и детей. А это, мне кажется, самое главное. Понимаете, можно любые условия создать. Если не будет людей, которые, скажем, горят, если не будет людей, которые желают творить, если людей не будет, которые гордятся своим творчеством каждый день, проделанной работой, то, в принципе, и дела не будет как такового, и очень быстро все зачахнет. Поэтому вот это, мне кажется, самое главное. А создавать условия такие современные, это наша задача, потому что очевидно, что вот та ситуация в мире, когда мы переживаем серьезные трансформации, то есть это трансформация технологического уклада, как говорится сейчас, кто говорит четвертый, кто говорит шестой, да? Это цифровая трансформация. Это иные, вот, скажем, необходимые компетенции, которые нужны современному человеку, ставят перед нами, перед людьми, которые занимают ответственные посты, перед людьми, которые занимаются перед вами, которые воспитывают будущих наших граждан, людей. Причем они потом будут как раз делать, скажем, тоже те же самые дела, которые мы сейчас делаем, и будут заботиться о нас уже как о старшем поколении. Наша задача же, конечно же, создавать для них условия с тем, чтобы они вот уже с детства развивались и были конкурентными, чтобы у них с детства было желание и возможность творить. И в этой связи вот сегодняшние впечатления, которые я получил лично посещая, с одной стороны, детский садик и общаясь с вами, они, вот, скажем так, меня вдохновляют. Прежде всего, вот слово «вдохновляет» больше всего подходит, потому что вот я только начинающий руководитель региона, и понятно, хочется опереться. Основной закон управления вообще, он состоит только из трех слов. Один из них – союз. Это твердое и пустое. Я почему и сказал твердое, да? Потому что там логика простая. Надо определиться, в чем ты тверд и в чем пуст. И все, что пустое, наполнить твердым. А твердое – это как раз соратники. Это люди, которые занимаются усердно своим делом. Это люди, которые с горящими глазами, с желанием каждый день делают свое дело качественно, добросовестно и результативно. Поэтому вот я здесь сегодня это увидел. И уверяю вас, что дошкольное образование Чувашской Республики – это твердая поверхность. Спасибо вам огромное за встречу. Спасибо всем за актуальные вопросы и активность.